Здравствуйте! Это информационная программа «День за днём» в студии Артём Солодов. Мы расскажем о самом важном в жизни Тобольска и региона на этот час. На ледовой переправе Тобольск-Бекерева закрыли проезд для автотранспорта. Специалисты установили бетонные ограждения, чтобы лихачи не выезжали на лед. Сейчас через Иртыш можно ходить только пешком по деревянным мосткам. Мы приехали, посмотрели округ, посмотрели мостки, для того, чтобы были вопросы. В предыдущих годах требований к мосточкам не было. Перил, качество. Сейчас уже на протяжении многих лет это все восстановлено. То есть качество мостков соответствующее, безопасные переходы сделаны. По предыдущему прогнозу, полученному, у нас ожидается 21-го плюс-минус несколько дней вскрытия реки Иртыш. Также прогнозу предполагается уровень воды от 5,70 до 7 метров. Ну, посмотрим по фактическому наполнению реки Иртыш по уровню. Сегодня приступили и к распилке льда на переправе. Это делается для того, чтобы во время ледохода не было заторов в районе железнодорожного моста. В Тобольске началась весенняя уборка. Работники коммунальных и дорожных служб очищают город от пыли и мусора. Декоративные ограждения, уличные знаки моют, приводят в порядок дворы и скверы. С подробностями Ольга Куричко. Идет второй месяц весны, а снежные хлопоты не отступают. Дом 64А на главной магистрали города. Здесь талая вода стекает в подъезд. Только снег начал таять, а вода уже здесь стояла. Вчера здесь забуксовали две машины. В половодье городские проблемы решаются сообща. В диспетчерскую ДСОУ-6 поступила заявка от управляющей компании. И дорожники сразу отправили технику на очистку проезда. Одновременно в разных местах борются с затоплением. Отслеживают порядок и ход работ с помощью системы ГЛОНАСС. Мы можем отследить, где та или иная техника находится. То есть, можем посмотреть, где находится у нас автогрейдер. Автогрейдер у нас находится в микрорионе Иршовка на родниковом проезде. За зиму на полигон вывезли более 500 тысяч кубических метров снега. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Депутаты многие отметили, что в этом году снега хоть выпало больше, но службы сработали нахорошо. В зимний сезон убирали город 289 единиц техники. Депутаты Тобольской городской думы приняли решение еще пополнить автопарк. Предусматривается закупить порядка 11 единиц техники именно под металлами и 11 единиц подвесного оборудования. Тоболяки уже заметили, что городские магистрали чистят уличный пылесос. У нас сейчас две прицепных подметальных машины и два вакуумных. Очистка прибордюрной зоны ведется в два раза быстрее и в два раза чище, чем вручную. Может забирать влажную грязь. То есть, то, что вручную невозможно это сделать. Вся грязь растекается по проезжей части. А прицепная подметальная техника, то есть, она забирает это полностью. Каждый солнечный день раскрывают поляны подснежников. А курки, бутылки, мусор рабочие собирают вручную. Ведутся работы по очистке прибордюрных зон. Занимаюсь мойкой декоративных ограждений, столбов освещения, также мусорных урн по исторической части города. 15 апреля дорожники планируют закрыть зимний сезон и перейти на летнее содержание. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. На новом производстве миллииного ангидрида, расположенном на территории ЗАПСИП «Нефтехима», получена первая продукция. В марте этого года завершены пусконаладочные работы, получены все необходимые разрешения на ввод промышленного объекта в эксплуатацию. До конца года планируется выход нового производства на проектную мощность 45 тысяч тонн в год. Первые тонны продукта уже направлены российским производителям в сегментах строительства и топливных компонентов. В Тобольске построен первый в России завод по производству МАН. До этого весь объем данной продукции поставлялся из-за рубежа. Новые производственные мощности СИБУРа в Тобольске уже в 2022 году позволят полностью удовлетворить спрос на МАН у отечественных товаропроизводителей. В 2022 году жители микрорайона Левобережья смогут газифицировать свои дома. Остальные табеляки получат голубое топливо в 2024 году. В программу до газификации Тюменской области включено 441 домовладение Тобольска. Волонтеры, депутаты, сотрудники администрации в ходе подомового обхода проинформировали жителей о способах подачи заявки на заключение договора. Несколько способов подачи документов. Он может через МФЦ, может непосредственно в Газпром обратиться на Чехово-19, либо через сайт тоже Газпрома подать свою заявку. Перечень документов, он сейчас максимально уменьшен. Это копия паспорта, это согласие всех собственников, если он не один по домовладению. Это ситуационный план. На штабе по газификации в администрации Тобольска отметили, что уровень газификации в городе составляет 98%, но не все табеляки, у которых выведены стояки, пользуются газом. Президентская программа бесплатной газификации сделала доступна эту важную коммунальную услугу. В регионе граждане 43-х льготных категорий могут воспользоваться поддержкой на компенсацию стоимости приобретения и монтажа внутридомового газового оборудования. В городе запустился телеграм-чат «Тобольск. Здоровье» в рамках проекта «Здравконтроль». Любой табаляк может задать вопрос представителям медорганизации, рассказать о возникшей проблеме и ориентировочно в течение двух часов получить ответ. Данный чат дает возможность пациентам в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, которая вызвала трудности при получении медицинской помощи. А организаторам здравоохранения увидеть, каким потребностям людей необходимо уделить особое внимание. Чат работает с 8 утра до 8 вечера с понедельника по субботу. В Чувинской области сформирован 4-х месячный запас лекарств. Об этом сообщила Ольга Кузнечевских. Заместитель губернатора отметила, что спрос в аптеках заметно упал, соответственно снизились и цены. Это было озвучено на заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций. Сегодня в основная масса лекарственных препаратов, практически более 80%, изготавливается на фармпредприятиях и заводах Российской Федерации. В Тобольске за круглым столом обсудили проблемы развития неолимпийских видов спорта. На встречи побывали и наши корреспонденты. Табаляк Равиль Коробов – титулованный спортсмен, чемпион мира по панкратиону и профессиональный боец ММА. Клуб «Единоборств Сибиря», где занимается Равиль под руководством тренера Андрея Сабарова, давно славится своими воспитанниками. Однако подходящих условий для занятий у ребят нет. Мы занимаемся, вот у нас две квартиры снестины и у нас там зал построен. Вот мы тренируемся в маленьком помещении. Мы бы, вот мы сколько уже просим, просим. У нас столько уже чемпионов. У нас, сами знаете, есть Анатолий Токов, который выходит из нашего клуба. И мир, и Европу мы выигрываем тоже. Приносим результат городу. Представителям неолимпийских видов спорта не хватает поддержки. Вадим Кадыров не только тренирует ребят, но и сам является действующим результативным спортсменом. Недавно он нокаутом выиграл бой в лиге ACA. Есть очень много талантливых ребят, но развития не очень. Вот я езжу, путешествую даже в разные города на сборы, на соревнования. Например, взять тот же в Чеченской республике, Краснодар, Омск, Екатеринбург. Там намного больше развития, чем у нас. Я бы хотел тоже, чтобы у нас в городе, в Тобольске, в Тюменской области было такое развитие большое. В городе необходима популяризация и поддержка неолимпийских видов спорта. Об этом говорили участники встречи с директором департамента физической культуры, спорта и молодежной политики Максимом Вильцыным. Так, Союз татарской молодежи планирует создать клуб национальной борьбы «Куреш», но и здесь без поддержки властей не обойтись. Мы должны сформулировать четко, что необходимо для развития, то есть и какие критерии будут являться именно развитием данного вида спорта. Это раз. А второе, каким образом сами представители вида спорта могут развивать его за счет ресурсной базы, которая сегодня создана на уровне Российской Федерации, в частности, с точки зрения привлечения денежных средств через гранты. Грантовая деятельность – один из путей решения финансового вопроса. Заявить свой проект могут даже физические лица и получить до полутора миллионов рублей. В приоритете – социальная направленность. Собравшимся подробно объяснили, как подать заявку на грант на платформе «Росмолодежь». Успешный опыт у Тобольска уже есть. Анастасия Терехова, Ярослав Прохоров. Тобольское время. Первая персональная выставка тобольской художницы Марины Ишмухаметовой «Тобольск в лицах» открылась в выставочном зале детской школы искусств имени Алябьева. Побывала на вернисаже Елена Макова. Увидеть прекрасное в человеке и запечатлеть его образ. Марина Ишмухаметова портреты пишет с любовью. Свои удивительные работы в пастельной технике она представила на персональной выставке «Тобольск в лицах». Я счастлива. Для меня это такое событие очень важное для жизни, для следующего этапа, для роста. Я понимаю, что именно было, конечно, страшно все это выходить, но я понимаю, что чтобы идти дальше, выйти на какой-то другой уровень, мне это было необходимо. Поддержать автора на открытии выставки пришли те, чьи портреты можно увидеть в зале. Это жительница Тобольска всех возрастов. Марина в основном рисует представительниц прекрасной половины человечества. Каждая ее работа особенная, со своим настроением и характером. И невозможно, невозможно красивые портреты. Я не знаю, как ей это удается, как можно прорисовать каждую ресничку и каждое волосо. И мне очень приятно, что портрет такой чудесный, замечательный, талантливый художницы есть у меня дома. Я, когда получила этот портрет готовый, я его просто неделю к нему подходила, рассматривала. Выставка «Тобольск в лицах» открыта в отделении детской школы искусств имени Алябьева по адресу Челюскинцев-1. Благодаря таким проектам художники могут делиться своим творчеством с другими. Мы открываем для себя новых творческих людей, о которых ранее мы не знали, не слышали, и город о них не знал. И вот есть такая уникальная возможность быть активным и поучаствовать. Творчество Марины Ишухаметовой поразило своей теплотой. Каждая работа пропитана любовью. Марина Ишухаметова – творческий человек с активной жизненной позицией. Она участвует в экологических акциях, потому что любит свой город и тех, кто в нем живет. Елена Макова, Рустам Рузеев, «Тобольское время». Сегодня православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Этот праздник входит в число важнейших 12 православных праздников, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Во всех храмах Тобольска прошли божественные богослужения. После ее службы в Софийско-Успенском соборе отец Варлаама светил скворечники, изготовленные учащимися православной гимназией. Их разместят на территории Кремля и в парке Ермакова поле. По погоде в этот день можно определить, каким будет урожай и лето. Если день ветреный и с утренним туманом, значит лето будет урожайным. Мороз к хорошему сбору огурцов и груздей. Далее прогноз погоды. О том, какие события будут происходить в Тобольске дальше, мы обязательно расскажем в следующих выпусках программы «День за днем». Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин